Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев провёл совещание по вопросам смягчения воздействия пандемии на остросли экономики, обеспечения стабильного развития текстильной промышленности. В текстильной промышленности страны действуют более 2000 предприятий, на них заняты 365 тысяч человек. Экспортный потенциал сферы за последние три года увеличился в два раза. В прошлом году экспортирована продукция на 1,6 миллиарда долларов. Но этого недостаточно, так как резервы и возможности сферы огромны. В нашей стране имеется возможность полностью перерабатывать выращенный хлопок, довести экспорт до 15 миллиардов долларов и обеспечить занятость более 3 миллионов человек. На совещании рассмотрен вопрос обеспечения предприятий оборотными средствами для стабильного функционирования отрасли. Дано указание продлить с 90 дней до 150 срок окончательной оплаты за хлопок, реализованный до 1 апреля текущего года. Министерству финансов поручено внедрить механизм моментального возврата суммы налога на добавленную стоимость после оформления экспорта на таможне, чтобы предприятия сохраняли стабильный уровень оборотных средств. Даны поручения по наращиванию производства готовой продукции в 4-5 раз в следующие 5 лет, занятию внешних рынков, повысив конкурентоспособность. Особо отмечена необходимость расширения ассортимента и улучшения качества продукции. В частности, даны указания по организации крупных экспортных предприятий с участием зарубежных компаний, производству востребованной продукции под известными брендами. В этих целях на Манганской, Самаркандской и Ташкентской областях будут организованы новые предприятия по экспорту готовой продукции. На реализацию этих проектов будет выделено 300 миллионов долларов в рамках кредитной линии фонда реконструкции и развития. На совещании затронут вопрос снижения себестоимости в цепочке заготовки сырья и производства продукции. В силу того, что наша страна долгие годы экспортировала хлопковое волокно, его цена была завязана на котировках Ливерпульской биржи. В действительности, хлопковое волокно продается на Нью-Йоркской бирже, котировки которой на 10% дешевле ливерпульских. Отмечено, что это обстоятельство приводит к дороговизне текстильной продукции. Ответственным лицам поручено перевести цены хлопкового волокна на международные биржевые котировки. На совещании уделено внимание вопросам создания благоприятных условий для выхода текстильных предприятий на внешние рынки. Готовые продукции, производимые в стране, экспортируются преимущественно на региональный рынок. Для вхождения на европейский экспортеры вынуждены платить 15% пошлину и нести в 4 раза больше транспортных расходов. Министерству инвестиций и внешней торговли Ассоциации Уст-Камачиликсанаат поставлена задача получить статус бенефициара системы GSP Plus для беспошлиной торговли на рынке Евросоюза. Вместе с тем отмечена необходимость ускорения работы по сертификации продукции по стандарту BSI при содействии Международной финансовой корпорации. Даны указания по дальнейшему расширению субсидирования расходов экспортеров. Ответственные лица представили информацию по рассмотренным на совещании вопросам.